так сходил я в банк вот вы видите что я час назад вышел из дома это было где-то 1650 сейчас время 1750 я успел дойти до сбербанка в пять часов вечера там в пять часов с небольшим там оказалось что никаких очередей нету и поэтому оплатить получилось быстро подошел к кассе мне сказали надо было заполнить дату и расписаться в двух местах вот банка стала такую вот отметку в квитанции вот здесь вот и никаких круглых печати почему-то ну дальше мы узнаем все ли правильно или нет по ходу дальнейшей регистрации индивидуального предпринимателя со мной небольшой курсер учился мне искали заполнить дату я почему-то начал писать сначала не 2011 года 1000 потом на двойку исправил потом сначала два нуля поставил вместо одного и общем это пришлось зачеркнуть но вроде вроде приняли нормально то есть все хорошо так первый шаг значит пойдем квитанция оплачена госпошлина значит смотрим что там дальше идет тут просят во первых проверить ваши данные в распечатанном пакете документов но о нем мы говорили в прошлом видео значит потом оплатите госпошлины в любом отделении сбербанка это я сделал при подачи документов так ну я даже не буду читать это вот значит если по почте или через представителя вот моё дело . орк вот представляет целую инструкцию как дальше регистрироваться а вот приличном приличная сдача документов тут пишут что нужен паспорт заявление о госрегистрации не заверяется у нотариуса заявление на применение усэн двух экземплярах так но мы их распечатывали в первом видео квитанции об оплате госпошлины я только что не говорил копия свидетельства и ннн вот сейчас прямо сейчас так нужна ручка возьмем ручку так как назвал ее под рукой нет так берем ручку значит и вот смотрим значит нам нужна копия и ннн но ее можно сделать в любом супермаркете бывают центры экипировальные вот или можно дома если у вас есть сканер вот часто у меня есть сканер и участок достанной складовки редко применяется на практике вот и сейчас сканирую ннн так сдать весь документов сотруднику инспекции то есть это уже надо перец в налоговую получите расписка получения документов лист б с датой подписью и так печать у некоторые инспекции не берут ваш лист по и оформляют его сами ну и ладно получить один экземпляр заявления на применение налогового специально спецрежима усэн если вы конечно хотите работать по усэн бывает еще общее системное угол обожжения и бывает еще и нвд там блин не помню как расшифроваться что-то единый вмененный налог налог единый налог на вмененный доход вот вот как она расшифровывается скайкс я не ошибаюсь так в случае если и фнс отказывается сразу принять заявление на применение усэн то его нужно будет дальше подать отдельно в течение пяти дней после регистрации так получение регистрационных документ ну так вот значит мне сейчас надо отсканировать и распечатать и ннн свою если у вас нет и ннн его в любом случае надо получать налоговой так что я так понимаю если у вас нету еще то есть вам допустим 18 лет только исполнилось там 17 лет не знаю в общем все равно идите в налоговую сдаете все остальное и если что они вам подскажут как сделать или примут без ннн вам это ваши заявления или не примут так все второй шаг делаем делаем ксерокопию и ннн вот так все на сегодня все